как нам дальше здесь жить а дальше твоя жизнь закончится сегодня четверка завтра нобелевская премия доброе утро для меня большая честь выступать в университете имени канта потому что кант на мой взгляд лучший философ земли и вообще вам завидую конечно учиться и работать в университете имени иммануила канта это не так себе просто ну вот по поводу того что нужно задавать правильные вопросы я сама за собой заметила что я как в статьях так и в устных выступлениях огромное количество вопросов высыпаю так сказать другой вопрос что где ответы вопросы можно иметь а как ответить на них но на самом деле если если серьезно то я считаю что правильно заданный вопрос это половина если или не две трети дела очень много бесполезных научных исследований ведется из-за того что неправильно или невнятно сформулирован вопрос перед самими исследователями поэтому и результата никакого не будет поэтому вот то с чего началось что вы правильно сказали что надо вопросы адекватные задавать вот это очень важная вещь ну давайте попробуем вот я свое выступление видите как назвала куда мы попали цифровизация человечность и так почему он не почему он не крутится то я не понимаю вы видите второй слайд нет странная история а да мы вот как я пишу здесь мы очень сложные существа вот меня давно один из вопросов который меня интересует а вот если взять самого-самого глупого человека на планете его мозг тем не менее будет самое сложное из всего что мы знаем вот подозреваю что да тут конечно встает вопрос о том кого считать умным там и так далее но это не предмет нашего разговора сегодняшнего поэтому я хочу сказать что в любом случае кто бы мы не были мы очень сложны когда последние годы говорят что вот мир так страшно изменился ничего не понятно огромные скорости и я сама говорю это тоже все время но если на секунду притормозить и подумать то мы всегда жили в многозначной и противоречивой среде и в этом смысле ничего особенно нового нет ну вот на первый взгляд ну вот представьте себе что вы в джунглях у вас уже нет шерсти и у вас нет клыков у вас точно нет хвоста и вы голый и у вас масса врагов вокруг которые хотят вас есть я не думаю что эта ситуация менее стрессогенная чем та в которой мы находимся сейчас и среда это противоречиво и многозначно одно и то же значит разное в зависимости от того когда ты на это смотришь что вокруг находится с кем ты это обсуждаешь и это то что очень современно описывает вот этот слой науки сейчас но это я повторяю было и всегда что же отличает нас во первых огромный скорость изменений то на что раньше ну давно в начале нашей человеческой истории или даже до истории в прямом смысле уходили тысячи лет потом стали уходить сотни лет потом десятки потом годы сейчас это происходит чуть ли не через неделю то есть ты не успеваешь угнаться за изменениями они эти скорости огромны вот выдержим ли мы эти скорости вот вопрос кроме того мы сейчас попали в мир и это произошло в последние совсем годы это недавняя вещь когда рухнуло все почему говорят о чуть ли не крахе цивилизации или во самочей большой опасности такого краха для цивилизации нарушили все договоренности вот как моя любимая героиня алиса которая то в стране чудес то в зазеркалье время проводит события и вещи начинают вести себя не так то есть все о чем мы договорились за предыдущие годы человеческой истории оно как бы рухнуло вообще если сесть и подумать это угрожающая ситуация представьте себе что два крупных политических деятелей или даже страны государства главы государств о чем-то договариваются они договариваются не как частные лица они договариваются как главы государств а потом один из них наутро проснувшись решает что пожалуй он передумал понимаете в такой в таком мире жить невозможно если нет никаких правил то жить невозможно об этом писал еще юрий михайлович лотман замечательный который говорил что культура система запретов это границы в которых мы двигаемся но если отменить правила дорожного движения понятно что будет происходить посреди москвы или петербурга или нью-йорка следующее что я здесь отмечаю это что нет возможности проверить та информация которая к нам пришла она фейк или нет она достоверна или нет я могу ей верить это непростой вопрос потому что для того чтобы ответить на него хоть как-нибудь нужно иметь умение эту информацию проверять ее же надо проверить а как проверить мы имеем дело со сложнейшей нейронной сетью и картинки которые перед вами это не рисунки хотя они очень красивые а это нейронная сеть вот когда я на такое смотрю но кусочки ее в электронном микроскопе зафиксированы когда я на такое смотрю я вообще не понимаю как какая-то хоть информация хоть куда-нибудь может прийти потому что но посмотрите плотность этой нейронной сети вот информация передается от одного из одной в кавычках скажем точки в другую точку через так называемые синаптические соединения их квадриллион я даже не могу представить себе что это на самом деле за количество это и это еще во первых это очень условно во вторых это от них не все потому что этих нейронов в отличие от того как мы раньше знали их оказывается более тысячи видов а когда я училась их по моему было 5 потом их стало 10 теперь их тысяча кроме того они меняются все это развивается по своим законам эта нейронная сеть постоянно меняется потому что на нее влияет внешняя среда не только внутренняя но и внешняя наша социальная сеть потому что мы живем в сетях как нейронных так и в разные другие наша социальная сеть тоже в угрожающую сторону движется вот есть так называемое число дамбара это допустимое количество социальных связей исходя из размера мозга индивидуума о котором речь идет вот у обезьян но это средние конечно очень величины исходя из их мозга размер социальной группы это примерно 50 особей это это вообще кто знаком а ближний круп маленький 3 4 ну хорошо 5 6 это роли не играет у человека по размерам его мозга должно быть близких знакомых так сказать 12 15 а в целом примерно 150 200 а теперь посмотрите в свои телефоны и компьютеры о чем речь идет речь идет о тысячах я вот тут искала телефон но не могла вспомнить на какую букву записала имя дамы я в ужасе была когда я стала листать вообще вот все подряд надеюсь что я на нее наткнусь это тысячи тысячи телефонов мы столкнемся в ближайшее время уже начали с обвалом социальных структур потому что у нас гиперсети везде это гиперсети в мозгу о чем вот константин владимирович анохин много говорит теперь программную статью написал это гиперсети в социуме очень сложные мы являемся членами разных социальных сетей я имею ввиду не фейсбук телеграм или там вконтакте о реальных сетей не компьютерных они перестраиваются они рвутся встает вопрос а что же за дети рождаются которые в отличие от нас и даже я думаю от вас которые еще не родились с гаджетами в руках я бы так сказала но вот мы во всяком случае но мы то уж совсем другое поколение мы жили в другом мире но переучились и переучились хорошо и мы хорошо ориентируемся в этом но дети которые рождаются сейчас они рождаются уже в этот мир они другого мира не знают такого еще не было никогда мне часто не мне всем нам специалистам часто задают вопрос а что вот у них совсем другой мозг ну надо опять же правильно задавать вопросы потому что физически анатомически физиологически у них конечно не другой мозг но поскольку нейронная сеть строится жизнью то да это другая нейронная сеть мы также оказали в ситуации когда этические и юридические нормы о чем я уже начала говорить все поплыли а что нам теперь делать когда искусственный интеллект так мощно в нашу жизнь войдет беспилотники разного сорта программы всякие умные дома и ну сами знаете есть разве юридическая и этическая основу этого сообщаю вам нет это это только планируется это все понимают что это нужно сделать но этого нет и поэтому они на самом деле не функционируют то есть мир в котором мы сейчас находимся и который тем более будет в будущем он требует работы этических комитетов и юристов это мир особый он текучий он все время меняется он нестабильный но я повторяю он вообще-то таким и был просто сейчас это проявилось очень ярко он прозрачный мы же все понимаем у кого какие-то устройства есть они у нас у всех есть ли если мы не живем посреди сельвы амазонки да и там возможно то мы полностью на виду все известно про вас кем когда вы обедали что вы покупаете что не покупаете когда встаете куда двигаетесь геолокация мы же все понимаем мир нестабильный мир как я уже сказала сверхбыстрый он гибридный уже теперь все соединилось вместе и естественный мир и искусственный мир программ и он мерцает знаете он как-то подмигивает нам этот мир цифровой мир ясно уже начал и будет жить в большой степени автономно и это нас должно пугать я не на тему восстание машин но отчасти и на эту тему интернет вещей самоорганизация сетей всех видов сетей у сетей как знают те кто занимаются теорией сложных систем или иначе это называется с энергией но разные слова там такого рода есть и и они знают что у сетей есть свои принципы организации они сам организуются сами по своим законам мы это можем держать хоть под каким-то контролем цифровая реальность будет обязательно одним из факторов отбора в социуме представьте себе что какая-то страна никого не хочу обидеть но я не знаю где-нибудь в глубине африки имеет слабые выход в виртуальную среду ну и что учитывая современный мир это значит они вообще выброшенные из цивилизации окажутся то есть жизнь такова что те кто не вошли это мы даже в нашем мире очень а мы оснащены очень хорошо и то мы видим что скажем те преподаватели которые не умеют работать в зуме в мс-тимс там и так далее в разных этих средах они что им делать они на самом деле под угрозой кроме того у нас растет недоверие к информации если тогда когда мы вот с александр яковичем писали диссертации особенно первые вставал вопрос где взять информацию потому что в библиотеках не было современных западных журналах но было но мало гораздо меньше чем нам было нужно и уходили огромные силы на то чтобы правильную информацию найти сейчас вопрос другой куда от нее деваться потому что она прямо к вам в дом лезет отовсюду и лезет этот клубок в котором находится как настоящая информация которым можно доверять так и липа но это липа очень хорошо сделано понимаете она сделана так что прямо поверишь она чуть ли не лучше настоящий но те кто все таки думают они понимают это и поэтому недоверие к информации есть вот когда приходит особенно социально я терпеть не могу не буду никакой политикой оперировать разумеется но даже если вне всякого социума а вот там вот я прочел что в мозгу там вот что происходит меня абсолютно не интересует что ты прочел меня интересует кто именно это написал и где и роль конкретной личности роль конкретного ученого с его репутацией вот что главный фактор вот этому я верю вот все что скажет александр я ключ я этому верю безусловно и ничего проверять разумеется не буду остальное буду проверять еще как многократно многословно связи с этой жизнью у нас тревог как вы понимаете гораздо больше чем того что здесь на слайде я пишу но я кое-что экзотическое скажу относительно экзотическое существует даже такой термин синдром отложенной жизни вот вы посмотрите это я учителям и преподающим особенно учителям которые работают с маленькими детьми часто говорю и вообще-то не вредно и родителям сказать что обычно говорят ребенку и вот петь а если будешь себя хорошо вести если будешь хорошо учиться сначала в детском саду потом в школе потом старшей школе потом в университете потом магистратуре потом в аспирантуре потом в докторантуре а дальше твоя жизнь закончится то есть что говорят вот если ты будешь делать так то так то и так то то дальше вот почему дальше вот сообщаю тем кому это в голову не пришло что человеческая жизнь уже идет это не черновик она уже идет и началась она между прочим тогда когда материнская отцовская клетки объединились вот с этого момента она идет поэтому никаких черновиков это не то что мы сейчас как-нибудь поживем а дальше видно будет это не так и это неплохо бы осознать я уверена вообще слишком самоуверенно зря я такую фразу начала говорить я но закончу раз начала что иммануэлкан со мной бы согласился вот я что хотел сказать цивилизация наша идет к тому что большинство людей будут находиться либо в страшной нищете либо если вдруг повезет то это будет цивилизация праздности потому что машины программы все все за нас будут делать если не секрет мне надоело задавать вопрос но я его все-таки произнесу еще раз чем займемся чем займутся огромные миллиарды людей не все они будут заниматься теоретической физикой уверяю вас что они будут делать если все будут делать механизм и у нас конечно дезориентация в мире вот о чем собственно это главный пункт который я сегодня тревожный произношу но не только я сейчас все об этом говорят а что это за мир такой понимаете мы как бы попали другую планету где другие правила и нам надо понять как жить здесь как нам дальше здесь жить в этом мире подделки как я уже сказала лучше оригиналов искусственный интеллект вам такие новости придумает какие и землята не породит вы же понимаете что всякие фотошопы это я в кавычках говорю потому что все устройства с помощью которых можно делать не только фотографии но и фильмы они вам сделают все что хочешь и так сделают прекрасно что только специальная экспертиза определит что это искусственный интеллект учится быстрее нас вот первая картинка которая у меня в заставке была там люди которые играют в шахматы в замечательных камзолах такой 18 века можете 17 вот и то что происходит сейчас я вот сейчас пишу такую сложную статью одну поэтому обратилась моим коллегам которые специалисты по искусственному интеллекту для того чтобы они мне прокомментировали вот эти невероятные успехи программ альфа-зеро альфа-го в играх уже не с человеком потому что человек они обыграли комментарий который мне говорят человек как противнику этих программ уже не рассматривается с чем я поздравляю у нас всех вот но эти программы играют удивительно потому что они не просто это не просто перебор операций есть примеры когда одна программа обыгрывает другую при том что та которая выиграла считает десятки тысяч операций в секунду а та которая проиграла десятки миллионов спрашивается как выиграла это это нам серьезный намек на то что это не вопрос того что абсолютная память и только механический перебор операций об этом говорят как об искусственной интуиции или даже глубокой в компьютерном смысле интуиции это ставит под угрозу уже так сказать наше представление о мире это серьезно кибер угрозы со всех сторон даже не буду останавливаться всем известно плюсы и минусы human computer interactions но об этом конечно александр якши будет говорить я на свою территорию то есть я не на его территорию конечно не смею встать но но мы понимаем что мы понимаем простую вещь мы знаем ее с детства что хороший ножик он может отрезать сыр а может и человека на тот цвет отправить поэтому а то о чем я несколько минут назад говорила этические комитеты юридические правила новые которых нету непонятно еще что с этим делать они абсолютно необходимы сейчас когда наша мощь так велика понимаете когда илон маск то сначала в свинью этот свой чип засунул а теперь и обезьяны но не буду продолжать вот новый тип глобализации да глобализация есть но не та о которой говорили в последние годы вот та которая планировалась провалилась а был получился новый тип глобализации это все-таки общий мир при всем при том что мы по своим картину квартирам сидим а что это за мир то такой почему я говорю задавать вопросы надо серьезно мы должны понять куда мы попали это представьте себе все хотят лететь на марс вообще не понимаю зачем но предположим прилетели дальше что что вы там собираетесь делать на этом марсе как бы нужно сориентироваться вот мы прилетели на другую планету на уровне он как я знаю идет работа по выработке таких этических норм не только исследований мозга а вообще биологических всяких технологий включая генетические конечно очень опасны и возможно во влиянии на все это на технологическими методами но наши возможности растут ученые люди азартные им конечно интересно посмотреть что получится да но общество тоже может сказать знаете что ваш азарт это ваши проблемы а мы хотим сохраниться все тем же биологическим видом по возможности в обозримое будущее перейти в нем вот и пожалуйста наш не троньте сейчас есть то что вот я даже специально по английски пишу потому что это именно так в мире звучит next generation technologies и даже нейрохакинг нейрохакинг вы понимаете если вы через определенные устройства можете влиять на мозг то через это же устройство вы довольно много всего потенциально можете из этого мозга и получить ну работа с геномом это очевидная вещь и конечно растущая мощь искусственного интеллекта когда есть эти знаете маленькие дроны меня это устрашает просто которых можно там поместить туда чип которые с познаванием образов хорошо занимается он будет летать за конкретным человеком более того у него какой нос будет острый он может продырявить сетку в окне и влететь в квартиру в общем это ужасы с утра не будем но это ведь на самом деле это в эту сторону ну хорошо а как же нам учить то всех вот интересно что это пандемия будь она неладная чтобы она закончилась как можно скорее она нас поставила в ситуацию острый эксперимент когда у нас не было другого выхода и хотя все мы хотим вернуться в аудиторию нам страшно надоело это общение с зумом из на стимс но а представьте себе что этого нет у нас была бы годовая пауза которую человечество не было никогда когда вообще прекратилась передача знаний от поколения к поколению это кошмар это просто страшный ужас а потому что даже войны в при чуме холере все равно был учитель и ученик они продолжали общаться а здесь бы этого не было но нам ясно что учитывая современные технологии зачем нам все помнить наизусть вот я все это несчастный беном ньютона который я в школе познакомилась с ним и с тех пор ни разу его не встречала ни в одном городе мира а я много ездила так что мне вот зачем мне таблицу логарифмов условно говоря учить наизусть понимаете значит то что говорил сергей петрович капица образование понимание нужно они запоминания я с этим согласна точку запятой ставлю и говорю да но мы не хотим готовить к жизни сплошных дилетантов которые кое-что знают всего понемножку отовсюду но зато знают как войти в википедию вот мне такой врач не нужен более того мне не нужен такой дизайнер самолетов и конструктор мостов вот что нужно это конечно воспитывать способных с постоянным переменам потому что та школа в широком смысле школа включая университет которая была раньше столетиями ее больше нет дети должны быть готовы к тому что все меняется все время это не должно повергать их в шок и они не должны впадать в невроз и так далее мы должны их учить и мы кстати учим навыкам верификации информации мы студентам говорил вот по такой-то теме которую я вам сейчас рассказываю вот смотрите на экран ссылка говорю я или там несколько ссылок вот это те сайты информация с которых достоверно а что вы в других местах прощаете меня не интересует я вам не советую туда залезать только хламом голову набьете нам нужно учить людей учиться то есть мета навыкам нам нужно их учить противостоять стрессу они не должны впадать в глубокий невроз если не сказать психоз от того что они вместо пятерки с плюсом получили четверку с минусом сегодня четверка а завтра нобелевская премия вот что я вам скажу понимаете если мы почитаем биографии великих людей что-то я отличников среди них вот не встречала это я не к тому что не нужно хорошо учиться а я к тому что из того что вы получили какую-то не ту оценку ничего не следует кроме того что вот сейчас вы это ее получили и нам конечно нужно научиться жить в этом новом мире и при этом сохранять человечность нужно договориться как не потерять базовые представления реальности как все еще отличать живую жизнь от имитаций как не потерять контроль над техническими системами и вообще вот над новой реальностью но не буду повторяться здесь вы видите нужно нам разобраться в этом мире новые правила написать и не нужно добавлять социального хаоса и невротического если не сказать психотического хаоса в этот мир который так съехал со всех катушек если вы откроете утром телефона я думаю вы открываете и посмотрите какие новости вам приходят так это же просто если быть послабее психологически ты можешь с ума сойти просто от того что оттуда лезет может быть не надо открывать может не надо смотреть ну и я заканчиваю вот на этой прелестной картинке потому что это кадр из величайшего фильма чарли чаплина огни большого города каждый раз я его сто раз смотрела каждый раз когда я его смотрю при том что я не то чтобы очень сентиментально я буквально чуть не со слезами его смотрю потому что вот это мы все еще люди мы не программы мы не планируем перестать быть людьми поэтому мы должны понять как в этом мире жить я закончу вот на чем вот когда мы говорим с моими коллегами или со студентами то все друг другу говорят одно и то же боже как это надоело мы хотим живем мы хотим по-настоящему и я спрашиваю а почему по-настоящему ведь вот я вижу крупно ваши лица и отнять не всегда если например группа не очень маленькая в аудитории ты видишь и имеешь возможность даже просто разглядывать студентов которые там на задних рядах сидят а здесь я могу каждого увидеть крупно почему нам не хватает этого ничего потому что как я бы сказала оглядываясь на специалистов по зрительному восприятию у нас есть но это я как метафору говорю у нас есть боковое зрение у нас есть много разных рецепторов и разных сенсорных систем которые дают нам гораздо больше информации чем мы подозреваем оказывается что важно кто как вошел в комнату где он сел как он смотрит на кого он смотрит каким голосом он говорит сделан делает паузу это оказалось сверх важно об этом во многих старых психологических книгах пишут говоря о необходимости богатой когнитивной среды вот та среда с которой мы сейчас общаемся бедная когнитивная среда потому что она нам не дает полной картины мира а мы привыкли жить в полной картине вот на этом я закончила поблагодарю вас за терпение и нам всем пожелаю не перестать быть людьми я вас уверяю это важнее чем выучить наизусть еще там 100 программ спасибо